Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим машинно-аппаратурную схему линии производства сжиженного углекислого газа и сухого леда. На спиртовых заводах углекислый газ СО2 образуется в процессе брожения углеводов в бродильных чинах и является отходом производства. Процесс брожения сусла из крахмала содержащего сырья или при сбраживании мелассы описывается уравнениями, которые вы сейчас видите на экране. В газах брожение содержится до 99, 99,8% углекислого газа. Примесями в газах брожения являются этиловый спирт, эфиры, кислоты, альдегиды, воздух, а также влага. Количество СО2 получаемого в процессе брожения составляет 95,5% от массы спирта или 54,2% от массы сбраживаемого крахмала. Около 70% углекислого газа может быть сжижено. Объемный расход исходного газа брожения на одну тонну сжиженного углекислого газа составляет от 530 до 550 кубометров. Показатели углекислого газа при нуле градусов и 760 миллиметрах ртутного столба такие. Плотность 1,977 килограмм на кубометр, удельный объем 507 тысячных кубометров на килограмм, температура кипения минус 78,5 градусов Цельсия. Зависимость плотности углекислого газа от давления представлена на слайде. Критическая температура для сжижения углекислого газа 31 градус Цельсия. Далее мы подробно рассмотрим описание машинно-аппаратурной схемы линии производства сжиженного диоксида углерода и сухого льда. В жидком виде двуокись углерода может находиться при давлении от 4,28 атмосфер или 0,42 мегапаскаль. Давление тройной точки до 74 атмосфер или 7,26 мегапаскаль. Критическое давление. И температуре от плюс 31 градуса Цельсия до минус 56,6 градусов Цельсия. Температура тройной точки. При температуре 12-15 градусов Цельсия углекислый газ превращается в жидкость при давлении 60-65 атмосфер. Тройной точкой называется такое значение параметров СО2, при которых она может находиться во всех трехфазовых состояниях – твердым, жидком и газообразным. Тройная точка СО2 характеризуется давлением 4,28 атмосферы и температурой минус 56,6 градусов Цельсия. Плотность в килограмм на кубометр жидкости, газа и сухого льда в тройной точке соответственно равны 1177,9, 13,8 и 1512,4. При температуре ниже минус 56,6 градусов Цельсия двуокись углерода переходит в твердое состояние – сухой лед. При температуре выше 31 градуса Цельсия она может находиться лишь в газообразном состоянии. Термодинамический процесс получения сухого леда заключается в отводе тепла от сжиженного углекислого газа. Отвод тепла может производиться через поверхности теплообмена при температуре ниже минус 56,6 градусов Цельсия, соответствующей тройной точке. Первый способ. Практическое применение получил так называемый внутренний способ отвода тепла. При этом способе производится дросселирование сжиженного углекислого газа до давления тройной точки. Второй способ. Из-за понижения давления часть сжиженного газа СО2 испаряется за счет тепла, отнимаемого от остающейся жидкой части СО2. Вследствие этого температура газа понижается, что приводит к превращению его в твердую фазу. Образующиеся в процессе дросселирования пары СО2 отводятся для последующего повторного компремирования. Из 1 кг жидкой углекислоты теоретически можно получить 0,23 кг сухого льда. Жиженный углекислый газ находит широкое применение в различных отраслях промышленности. В пищевой, химической, нефтяной промышленности, машиностроении, медицине и сельском хозяйстве. В пищевой промышленности жиженный углекислый газ используют для газирования минеральной и питьевой воды, напитков и вина, при производстве шампанского и пива, а также для хранения пищевых продуктов. Углекислый газ из бродильных чинов после спиртоловушки, в которой из него поглощается водой пары спирта и частично примеси, подают воздуходувкой в углекислотный цех в промывную колонну. На слайде не показано. В колонне газ повторно отмывается раствором марганцово-кислого калия от паров спирта, альтегидов и примесей, не уловленных в спиртоловушке бродильного отделения. Из колонны газ направляется в центробежный водоотделитель, на слайде не показан, где из него выделяется унесенная капельная влага. Очищенный углекислый газ поступает на компримирование в первую ступень компрессора 1. Чтобы вместе с газом в компрессор не попала вода, на подводящей газовой линии установлен фильтр 14. В первой ступени компрессора 1 газ сжимается до давления 8 атмосфер, затем поступает в теплообменник 2 и масловлагоотделитель 11, откуда поступает во вторую ступень компрессора 1. Во второй ступени углекислый газ сжимается до давления 24-28 атмосфер. Сжатый газ охлаждается в теплообменнике 3, проходит масловлагоотделитель 11 и поступает в третью ступень компрессора 1, в которой сжимается до 65-70 атмосфер. Окончательно сжатый газ проходит теплообменник 4, масловлагоотделитель 12, где освобождается от капельной влаги. Затем газ очищают и осушают в блоке очистки 13, состоящем из двух пар последовательно включенных фильтров. Первая по ходу газа пара фильтров 13 загружена активированным углем AR3. Вторая пара силикогелем КСМ. В каждой паре фильтров поочередно один из фильтров находится в работе, другой на регенерации. Углекислый газ в угольных фильтрах окончательно освобождается от паров масла, а в силикогелевых фильтрах окончательно освобождается от влаги. Очищенный и осушенный газ поступает в конденсатор 5, где отдавая тепло конденсации переходит в жидкое состояние. Сжиженный СО2 собирается в стапельной батарее для хранения. На рисунке не показано. Или же поступает на производство сухого льда в промежуточный сосуд 6. Сухой лед из сжиженного СО2 в этой схеме получают по способу внутреннего отвода тепла. При этом способе сжиженный углекислый газ из конденсатора 5 под давлением 65-70 атмосфер отводится в первый промежуточный сосуд 6 через дроссельный клапан – регулятор давления, которым дросселируется до остаточного давления 25-30 атмосфер. В процессе дросселирования части сжиженного СО2 испаряется и при этом отнимает от оставшейся части жидкости тепло, потребное для парообразования. В результате температура жидкости СО2 понижается до минус 8 градусов Цельсия. При этой температуре сжиженный углекислый газ накапливается в промежуточном сосуде 6. Образующиеся при дросселировании пары углекислого газа отсасываются через масловлагоотделитель 11 в третью ступень компрессора 1 для сжатия, откуда поступают в общий цикл. Из сосуда 6 сжиженный СО2 отводится через дроссельный клапан во второй промежуточный сосуд 7. Вторым дроссельным клапаном давление сжиженного газа СО2 понижается с 28 до 8-10 атмосфер. При этом снова происходит частичное испарение углекислого газа с отнятием тепла от жидкости. В результате температура оставшегося сжиженного СО2 понижается до минус 44 градусов Цельсия. При этой температуре сжиженный углекислый газ самотеком переливается в формы сухого леда 8, которые заполняют поочередно. Обычно СО2 направляют в ледо формы после заполнения ОСП-2 на две третьих объема. Ледо формы подключают к схеме в следующем порядке. Открывают вентиль на газовом трубопроводе от ледогенераторов к сухопарнику ОСП-2, соединенному со второй ступенью компрессора. После того, как давление в нем сравняется с давлением в корпусе ОСП-2, открывают вентиль на жидкостном трубопроводе от сборника 7. По заполнении ледо формы жидкой фазой газовый вентиль закрывают и медленно открывают дроссельный вентиль 17 из корпуса в рубашку ледо формы, из которой образующийся газ через фреоновый фильтр 14 отсасывается в первую ступень компрессора для повторного сжатия. При достижении давления тройной точки 4,28 атмосферы жидкость превращается в твердое состояние. Кристаллы начинают заполнять центральную часть формы. Далее процесс намораживания блока распространяется в полости ледо формы снизу вверх концентрическими слоями. Об окончании процесса судят по падению давления в полости ледо формы по манометру. Закрыв вентиль на линии поступления жидкой фазы в ледо форму, и дроссельный вентиль 17 извлекают из ледо формы готовый блок сухого льда через дно крышку. Специфической особенностью сухого льда является его способность сублимировать, переходить из твердого состояния в парообразное, минуя жидкую фазу. Процесс испарения происходит при этом за счет поглощения тепла из окружающей среды. Чем выше температура окружающего воздуха, тем больше потери сухого льда. Минимальные потери сухого льда имеют место при хранении его в атмосфере чистого углекислого газа. Для хранения сухого льда применяют четырехкамерное ледохранилище, заглубленное в землю. Помимо сухого льда, на спиртовых заводах предусмотрено получение и отпуск жидкой углекислоты в баллонах и без баллонов в изотермических цистернах. Наполнение баллонов производится с помощью специальной рампы на углекислотном посту 9. В процессе наполнения баллоны взвешиваются на весах. Активированный уголь в загрязненных фильтрах подвергают периодически регенерации по мере снижения его адсорбционной способности. Регенерацию угля производят в два этапа. Сначала паром давлением 1,7 атмосферы, затем перегретым углекислым газом температурой 200 градусов Цельсия. Силикагель в фильтрах генерируют только горячим СО2. При случайном попадании пары в фильтры с силикагелем последний теряет способность поглощать влагу. Газ для регенерации отбирают из линии за блоком очистки. Подогревают его сначала паром в теплообеднике 10, затем в электроподогревателе 15. При регенерации перегретый газ, пар, подают верхнюю часть фильтров, а отводят отработанный газ, пар, прошедший через слой активированного угля или силикагеля из нижней части фильтров. Процесс регенерации заканчивают, когда температура газа на выходе из фильтров становится равной 140-160 градусов Цельсия. Для увеличения производительности компрессора до 30% во всасывающую часть первой ступени подают газ под избыточным давлением. С этой целью устанавливают в углекислотном цеху воздуходувку ВВН-12, которые нагнетают углекислый газ через промывную колонку в первую ступень компрессора. Техническая характеристика установки для сжижения углекислого газа представлена на слайде. Получение сжиженного углекислого газа нормального качества на рассмотренной установке и безаварийность ее работы достижимы при соблюдении режима нормальной ее эксплуатации и выдерживании технологических параметров на заданном уровне. Показатели нормального режима эксплуатации установки представлены на слайдах. Показатели нормального режима эксплуатации установки представлены на нескольких следующих слайдах. При этом режим работы установки при производстве сжиженного углекислого газа несколько отличается от режима, когда конечным продуктом является сухой лед. В рассмотренной установке большая часть аппаратов работает при повышенном давлении, поэтому при их обслуживании необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности и регуляторных требований. После рассмотрения описания машинно-аппаратурной схемы переходим к разбору устройства, принципов действия и технических характеристик оборудования, входящего в эту линию. Промывная колонна применяется для очистки углекислого газа от примесей продуктов брожения водой и 1% раствором калий-марганец-О-4. Колонна состоит из четырех царг диаметром 600 мм, соединенных между собой фланцами. Царги снабжены люками 5 диаметром 500 мм, через которые производится загрузка и выгрузка керамических колец рашига 20. Размеры колец 25 на 25 на 3 мм. Кольца насыпаются на решетки 8. В верхней части второй царги имеется перегородка 21, которая делит колонну на две части по потоку жидкости. В верхнюю часть через патрубок 13 подают промывочную воду, которая проходит стакан 16, попадает на тарелку 17 и через трубки 18 орошает насадку из колец рашига. Отработанная вода проходит решетку 8 и сливается через патрубок 14. В двух нижних царгах аналогично производится промывка газа марганцово-кислым раствором калий-марганец-О-4. Раствор поступает через патрубок 12. В процессе эксплуатации осуществляется рециркуляция раствора. Промываемый углекислый газ через патрубок поступает навстречу жидкостному потоку снизу вверх, очищается и отводится из патрубка 7. Цилиндр 23, через который газ проходит из одной секции в другую, снабжен зонтом, что исключает попадание воды в секцию промывки газа раствором марганцово-кислого калия. Техническая характеристика промывной колонны представлена в таблице на слайде. Центробежный водоотделитель. В нем углекислый газ освобождается от капелек влаги, унесенной из колонны при его промывке. Аппарат состоит из корпуса 3, которому на фланцах присоединена головка 1 и полого цилиндра 2 со спиральными витками. Между головкой и корпусом зажата сетка 6. Такая же сетка имеется в верхней части головки перед штуцером, отводящим СО2 из аппарата. Пространство между сетками заполнено кольцами Рашига размером 15х15х3 мм. Аппарат снабжен указателем уровня 5 и патрубками. Патрубок 9 для ввода СО2 приварен к корпусу тангенциально. Газ, войдя в корпус, движется по спирали между стенкой корпуса и цилиндром 2. При этом под влиянием центробежной силы капельки воды выбрасываются из потока на стенку корпуса и стекают вниз, откуда через патрубок 11 выводится в канализацию. Газ, пройдя спираль, входит в цилиндр 2, поднимается вверх, проходит насадку из колец Рашига и через подробок 10 выводится из аппарата. Техническая характеристика центробежного ввода отделителя представлена в таблице на слайде. Компрессор предназначен для работы на углекислом газе. Компрессор трёхступенчатый, угловой, крейтскопфный. Максимальное усилие, развиваемое штоком, 20 кН. Нижняя часть станины 12 служит резервуаром для масла. На станине в вертикальном положении установлен цилиндр первой ступени, 13, двойного действия. В горизонтальном положении к станине крепятся цилиндры одинарного действия, 14 и 15, соответственно второй и третий ступеней. Одноколенчатый стальной вал 7 вращается в двух роликовых подшипниках 16, установленных в боковых крышках станины. На конце вала посажена винтовая шестерня 17, приводящая в движение масляный шестеренчатый насос. Поршень первой ступени алюминиевый, второй и третьей ступени чугунный. Поршневые кольца чугунные. На поршне первой ступени установлено три кольца, на второй 4, на третий 6. На штоках поршни крепятся гайками. Смазка механизма движения производится машинным маслом, которое подается насосом. По отверстию в коленчатом валу масло поступает к подшипникам шатуна. Подшипники коленчатого вала смазываются путем разбрызгивания масла, находящегося в корпусе станины. Масло в сальнике штоков подается от специального лубрикатора. Уплотняющие элементы в сальниках выполнены из фторопласта и стянуты браслетными пружинами. Конструкция фильтра FF80, устанавливаемого на газопроводе перед компрессором, представлена на слайде. А на этом слайде представлена техническая характеристика углекислотного компрессора. Теплообменники типа труба в трубе используются для промежуточного охлаждения углекислого газа, сжимаемого компрессором. В них вода движется по трубам, газ по межтрубному пространству. Газ и вода движутся по теплообменнику параллельным потоком. Трубы теплообменника, ограничивающие газовую полость, выполнены из нержавеющей пищевой стали. Остальные детали из углеродистой стали. Масловлагоотделители предназначены для отделения из углекислого газа, воды и масла. Они устанавливаются на линиях сжимаемого углекислого газа после холодильника, каждой ступени сжатия. Масловлагоотделители типа 32УВ1 устанавливают после первой и второй ступени сжатия. А масловлагоотделители типа 80УВ после третьей ступени. Углекислотные фильтры ФУ1А. В этих фильтрах сжатый углекислый газ с давлением 65-75 атмосфер окончательно освобождается от паров масла и воды. Фильтры выполняют из труб, снабженных эллиптическим донышком и плоской крышкой. Фильтрующий материал активированный уголь АР-3 или силикагель. Насыпают в корзину 4 и зажимают пружинным приспособлением 6. Корзину вставляют в корпус и закрепляют шпинделем 8. Оплотнение между корпусом и корзиной осуществляется коническим пояском 10, на который наматывают азбестовый шнур. Патрубки фильтров при монтаже привариваются к трубопроводам. Расчетное давление фильтров равно давлению газа после третьей ступени компрессора, поэтому на них предохранительных клапанов не устанавливают. Первом промежуточном углекислотном сосуде УСП-1 отделяются пары СО2 от сжиженного углекислого газа. Сосуд снабжен предохранительным клапаном, рассчитанным на давление 32 атмосферы. В корпусе имеется бабышка для установки манометра. Патрубки аппарата при монтаже соединяются с трубопроводами электросваркой. Обозначения на рисунке представлены на слайде. Второй промежуточный углекислотный сосуд типа УСП-2 предназначен для отделения паров СО2 от сжиженного СО2 после второго дросселирования. Первый же промежуточный сосуд был предназначен для отделения паров СО2 после первого дроссельного клапана. Однако, второй промежуточный углекислотный сосуд типа УСП-2 снабжен сухопарником 2, из которого газовая фаза отводится для повторного сжатия в первую ступень компрессора. Из горизонтального корпуса сжиженный углекислый газ направляют в формы для получения сухого леда. Корпус сосуда изготавливают из горячих катанных труб с внутренним диаметром 426 или 237 мм из стали марки СТ-10 и штампованных донышек из стали-3. Аппарат снабжен предохранительным клапаном 6 с давлением начала открытия 10 атмосфер и запорным вентилем 13 для продувки. Для осмотра аппарата имеется люк. Форма для сухого леда. Ледоформа служит для намораживания блоков сухого леда из сжиженного углекислого газа. Рабочая камера 17 выполнена в виде усеченной пирамиды размерами верхнего основания 190 на 190 мм, нижнего 210 на 210 мм высотой 850 мм. Масса блока льда намороженного в такой форме составляет 42-44 кг. Конструкция сварная. Рабочая форма заключена в рубашку 1 и связана с ней дроссельным вентилем 16. К рабочей полости присоединены трубопроводы для подачи сжиженного СО2 из сборника ОСП-2 и для соединения с сухопарником. К рубашке присоединен трубопровод 4 для отсасывания паров СО2 из рубашки этого сборника в первую ступень компрессора. Рабочая полость снизу закрывается герметичной крышкой 2, откидывающейся на шарнире. Плоская крышка является одновременно и дном аппарата, поэтому готовый блок сухого льда легко вынимается из рабочей полости 17. Оборудование для хранения сжиженного углекислого газа. Выбор оборудования для хранения сжиженного СО2 определяется способом хранения. Применяют два способа хранения сжиженного углекислого газа. Хранение при давлении конденсации СО2, которое обуславливается температурой охлаждающей воды, подаваемой в конденсатор. При температуре охлаждающей воды 18-22 градуса Цельсия давление конденсации составляет 65-75 атмосфер. В этом случае для хранения сжиженного СО2 применяют стапельные батареи с двух горловыми баллонами ёмкостью 400 литров. Этот способ применяют для хранения небольших количеств сжиженного углекислого газа от 5 до 8 тонн. Хранение без баллонов при пониженном давлении от 8 до 12 атмосфер и температуре от минус 43,5 до минус 27 градусов Цельсия. В этом случае ёмкостями служат сосуды-накопители, вмещающие до 47 тонн сжиженного СО2. Из сосудов-накопителей сжиженный углекислый газ подаётся в транспортные изотермические цистерны, в которых доставляется потребителю. При втором способе жидкая углекислота дросселируется с давления 65-70 атмосфер до 8 атмосфер. При этом температура её снижается до минус 43,5 градусов Цельсия. Объём уменьшается в два раза, и она становится не взрывоопасной. Хранение и транспортирование жидкой углекислоты при низком давлении в многотоннажных ёмкостях даёт возможность в несколько раз понизить расход металла, эксплуатационные и транспортные расходы. В таблице на слайде представлено типовое оборудование для безбаллонного хранения – это стационарные изотермические сосуды-накопители. А на этом слайде представлено типовое оборудование для безбаллонного транспортирования сжиженного углекислого газа. Транспортные изотермические цистерны. На рисунке представлена принципиальная схема безбаллонного хранения сжиженного углекислого газа и заполнения им транспортной цистерны. Жидкая углекислота давлением 65-70 атмосфер из-за конденсатора поступает через вентиль 1, дроссельный клапан 2, которым дросселируется до 24-28 атмосфер, и вентиль 3 в промежуточный сосуд 1. Из сосуда 1 углекислота, пройдя вентиль 7, дроссельный клапан 5, которым дросселируется до давления 8-9 атмосфер, разветвляется на 2 потока. Через вентиль 4 направляется в трубопровод к промежуточному сосуду 2, через вентиль 6 к сосуду-накопителю. Дроссельный клапан 5 компонует с вихревым отделителем, на схеме не показан, сжиженной СО2 от ее газовой фазы. Эмульсия из-за дроссельного клапана поступает тангенциально на спираль отделителя, где разделяется на жидкую газовую фазы. Жидкость стекает через нижний патрубок и через вентили 4 и 6 поступает в промежуточный сосуд 2 и сосуд-накопитель. Газ поступает во всасывающую часть второй ступени компрессора. Давление в промежуточных сосудах 1 и 2 и сосуде-накопителе поддерживаются дроссельными клапанами 2 и 5 автоматически. Образующийся в процессе заполнения накопителя углекислый газ отводят под трубопроводу через вентили 8 и 17 во вторую ступень компрессора. О степени заполнения сосуда-накопителя судят по увеличению его массы. С этой целью сосуды-накопители устанавливают на масса измерителя типа КГП-30. Заполнив сосуд-накопитель сжиженным СО2, его отключают от сосуда-1 и компрессора с помощью вентилей 8 и 9. При хранении сжиженного углекислого газа в сосуде-накопителе, несмотря на хорошую его тепловую изоляцию, происходит частичное испарение СО2 за счет притока тепла извне. Вследствие этого давление в сосуде поднимается. При давлении 15 атмосфер открывается предохранительный клапан 10 и выпускает избыточный газ в атмосферу. Во избежание потерь СО2 избыточный газ, не допуская срабатывания предохранительного клапана, направляют во вторую ступень компрессора путем открытия вентилей 8 и 17. Помимо предохранительных клапанов, сосуд-накопитель снабжают манометром. Для продувки, удаления воздуха в атмосферу, газовой и жидкостной части сосуда-накопителя предусмотрены газоотводы с вентилями 11 и 16. Газовая часть находится вверху сосуда-накопителя. Транспортные цистерны заполняют сжиженным переохлажденным СО2 из сосудов-накопителей. Для заполнения цистерны соединяют с помощью резино-тыканного рукава вентиль 12 газового пространства транспортной цистерны и вентиль 13 трубопровода от газового пространства сосуда-накопителя. Таким же рукавом соединяют вентилей 14 и 15 жидкостных пространств этих сосудов. При заполнении открывают сначала вентили 12 и 13. Вентили 8 и 9 должны быть открыты ранее. И заполняют газообразным СО2 цистерну до давления, равного давлению в сосуде-накопителе. Затем открывают вентили 14 и 15. И сжиженный углекислый газ начинает поступать в цистерну самотеком. Для обеспечения самотека сосуды-накопители устанавливают на такой отметке, чтобы самый верхний уровень жидкости в цистерне был не менее чем на 1 метр ниже самого низкого уровня жидкости в сосуде-накопителе. О степени заполнения цистерны судят по показаниям массоизмерителя. Степень заполнения жидкостью цистерны не должна превышать 82% её объёма. Если в процессе наполнения цистерны давление в сосуде-накопителе начнёт подниматься выше 12 атмосфер, то его снижают, отводя избыточный газ во вторую ступень компрессора. Если цистерна заполняется впервые, то в ней находится воздух. Поэтому перед заполнением её продувают углекислым газом. Заполнив цистерну, вентили 12, 13, 14, 15 закрывают. Гибкие шланги отсоединяют и на патрубке ставят заглушки на резьбе. Стационарные изотермические сосуды-накопители типа НЖУ. На слайде представлена схема изотермического сосуда-накопителя НЖУ-8 и расшифровка обозначений. Корпус-1 сосуды-накопители от цилиндрической формы с эллиптическими днищами выполнены из-за холодостойкой стали в строгом соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. В корпус-1 вварены три патрубка с вентилями 5. Два крайних патрубка с вентилями служат, один для заполнения сосуда жидкой СО2, второй для переливания ее в транспортные цистерны. Средний патрубок, сообщающийся с газовым пространством корпуса, предназначен для соединения с газовым пространством транспортных цистерн при их заполнении, а также для отвода газовой фазы во вторую ступень компрессора при превышении давления в сосуде сверхдопустимого. К газовому патрубку прикреплен тройник 11, на котором установлен манометр 6 и два предохранительных клапана 7. Корпус сосуда заключен в металлический кожух 2. Пространство между корпусом и кожухом заполнено теплоизоляционным материалом слоем 300 мм. Для этой цели применяют вспученный перлитный порошок с объемной массой не более 80 кг на кубометр. В качестве запорной арматуры установлены стальные вентили, рассчитанные на давление 25 атмосфер. Сосуды-накопители устанавливают в помещении или на открытом воздухе. В последнем случае они должны быть защищены навесом от прямого попадания солнечных лучей и дождевой влаги. Никаких источников тепла вблизи сосудов не допускается. При необходимости, например, при ремонте углекислотного цеха, когда нужно освободить емкости отжиженного СО2 из сосудов-накопителей, могут наполняться углекислотные баллоны. Для этой цели предусматривается установка специального насоса НУ-4. Теплообменника высокого давления и стапельных баллонов. Насосом НУ-4 жидкий углекислый газ давлением 8-12 атмосфер из изотермических резервуаров перекачивается под давлением 65-70 атмосфер через теплообменник в стапельную батарею или крампе для заполнения баллонов. Техническая характеристика изотермического сосуда NGU-8 представлена в таблице на слайде. Техническая характеристика насоса НУ-4 представлена в таблице на слайде. Техническая характеристика теплообменника высокого давления представлена в таблице на слайде. Вы посмотрели видео, посвящённое машинно-аппаратурной схеме линии производства сжиженного диоксида углерода и сухого льда, а также оборудование этой линии. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления, чтобы быть в курсе новых видео. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Благодарю вас за внимание. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.